Ому непостижимо, но уже в конце текущего года исполнится 30 лет с момента развала Советского Союза. Не знаю, поменялось ли что-то в системе образования сразу после создания независимых республик, но частично судить об обучении в 90-х, как и сравнивать его с обучением в современной шараге, я могу поэтому. Добро пожаловать на Телблогнет, и сегодня мы представляем батл «Школа 90-х против современной». Раунд 1. Возможности. У «Школеров 90-х» возможности для обучения сводились к доступности книг в библиотеках. Да и то с натяжкой. Стоило придержать у себя книгу, или того хуже ее потерять, так себя ждала кара в виде ограничения доступа к бесценным знаниям из мира литературы. Мир этот был тоже не слишком широк. Случалось, что я тупо не мог найти нужную книгу в школьной библиотеке, и приходилось тащиться в районную, а то и в городскую. Учебники учебниками, но, сам понимаешь, креатив приветствовался всегда. И часто получать пятерку можно было только в случае изучения какой-то уникальной информации. Уникальной, разумеется, по сравнению с той, которую черпало большинство лоботрясов из класса. Сейчас, в цифровую эпоху, с этим вообще нет проблем. Ты можешь найти любую книгу даже на языке оригинала и козырнуть такими знаниями, что твоему соседу по партии и не снилось. Да что там, если сейчас можно даже архивы мировой прессы раскопать? На первый взгляд кажется, что это все больше для ботанов. Но я не соглашусь, если ты со средней или старшей школы интенсивно развиваешь интеллект, в будущем навык докапываться до истины, и выискивать нечто интереснее и лучше, чем у остальных сыграет на руку. В 90-х из школы еще не выветрился призрак коммунизма. И все выпускались примерно равными, но не считая откровенно зашкварных двоечников. Именно по этой причине людям с вышкой приходилось торговать на рынках вместе с троечниками, окончившими бурсу или церковно-приходскую. Вроде предки твердят, что времена были сложные, а вроде и понятно, что информация, знания, скиллы – это невероятно важно и круто. Возможность их получать с детства – реальная привилегия, которую тяжело отрицать. Вот эта одинаковость всех учащихся в 90-х хороша только иллюзорно. Да, мало кто мог понтоваться новым телефоном. Да, мало кто наряжался в Гуччи и Баленсиагу, провоцируя зависть и негодование одноклассников. Гуччевская 850 евро. Да, бабла была мало у всех стариков, так что и обучение детей проходило честнее, если ты понимаешь, о чем я. Но, блин, все эти плюсы перекрываются одним очень жирным минусом, а именно невозможностью банально выделиться с положительной стороны. Это будет означать, что ты из-за взряда не пытайся выделиться из нашего коллектива. Здесь так не принято. Будь с нами равен. Даже если абстрагироваться от учебы, стоит подумать о досуге и развлечениях. Школяры 90-х и мечтать не могли о том, чтобы залипать в развлекательные и познавательные ролики на Ютубе на переменах, смотреть кино на компе и иметь под рукой самые разнообразные проги для творчества. Хоть для создания битов, хоть для рисования. Да что там, мы, дети 90-х, даже эскалаторов и торговых центров не видели. А более или менее приличные шмоты и игрушки доставались только тем, чьи старики могли мотаться за границу. Да и потусоваться в тех же ТЦ бесплатно было нельзя. Единственное место для тусовки зимой – это были падики, с которых в тех же нулевых они редко выгоняли. Типа, какого фига вы тут тусуетесь? Идите нахрен отсюда. Наконец, эра интернета привнесла в школярские будни и такой ништяк, как обучение на планшетах. Теперь ученикам не нужно таскать на горбу 5-килограммовые ранцы с учебниками каждый день. А еще вскоре в шарагах могут ввести соревнования по киберспорту. Впрочем, об этом говорил и господин президент. Постараюсь сделать так, чтобы и в школах, это в средних школах, киберспорт был представлен наилучшим образом. А раз сам Капитан Очевидность намекает на ощутимую разницу возможностей между прошлым и настоящим, в раунде первом школа 90-х – 0 баллов, 2010-х – 1 балл. Раунд 2. Свобода. Время от времени я вспоминаю наши крутые большие перемены, на которых мы гоняли в ларьки за жвачками и чипсами, рубились в попрыгунчика и фишки, либо просто зависали на детской площадке. А еще к нам иногда приходили пацаны из соседских шараг, с которыми мы могли по быстрячку сыграть футбик или баскет. И, о чудо, нас даже не всегда ругали, если после этого глотка свежего воздуха мы слегка опаздывали на урок. I am sorry very well, if have you в жопу, бом-бом-бом. Нынешнему обитателю шараги это может показаться чем-то сверхъестественным. Во-первых, большинство школ, по крайней мере, в больших городах, запилены на все время уроков. Возле заборов нередко околачиваются надзиратели, которые пристально слезят, чтобы озники не покидали территорию. Второй очевидный момент – ограничение свободы. Удлинение срока, который ученики должны чалиться в стенах шараги. Многие раньше с удовольствием отправлялись в бурсу и к поступлению в универ иметь какую-никакую специальность. Не стоит ржать. В профтехучилищах тогда уже готовили не только столяров и плотников. У меня половину класса ветром сдуло, когда начали работать экономические, программистские, художественные и биохимические колледжи. Сейчас дети учатся не 10 лет, как мы, а 11. Еще меньше повезло украинским шкалерам, ведь с 2018 года они получают полное среднее образование 12 лет. Ты только представь, пришел в шарагу в 7 лет, а закончил ее, блин, в 19. Ну нахер. Кстати, я подозреваю, что это связано с ослаблением интенсивности самой программы. То есть, несмотря на брешь в плане возможностей, о которой мы говорили в первом раунде, общая программа стала более лайтовой. Учиться вроде легче, но насколько дольше? Ведь даже лишний год в школе кажется вечностью. И тут нельзя не упомянуть дрючево в старшей школе. Сейчас оно целиком заточено под ЕГЭ и ЗНО. Хочешь или нет, но два последних года тебе будут активно вносить мозг обязательными предметами для госэкзаменов. Лично по мне, это тоже серьезное ограничение свободы. Я, может, хочу стать поваром-кондитером или поддаться в дизайнера, а мне... Клюют мозг чертовой алгебры, геометрии до истории. У школьников 90-х вообще не было никаких ЕГЭ. Они выбирали вуз, смотрели вступительные и готовились непосредственно к ним. То есть дизайнеры сдавали при поступлении рисование, врачи химию, биологию, а программисты математику. Логично, не правда ли? А теперь нельзя всю старшую школу хватать лебедей по непонятным и ненужным себе предметам. Ведь в итоге можно засрать средний балл аттестата и лишиться возможности поступить в нормальный универ на бюджет. А раз современная школа так и сдавливает клешни вокруг шеи ее мучеников, в раунде втором в школе 90-х один балл, десятых один балл. Раунд 3. Школьные взаимоотношения Дети создания достаточно жестокие. Так было, есть и будет всегда. Просто в силу инфантилизма и еще слабо развитого чувства совести и эмпатии. В 90-х шарагах цвел и пахнул буллинг всех мастей. Поскольку никто особо не выделялся в плане бабла и финансов, находились другие поводы для травли. Порой троллировали детей из совсем малообеспеченных или неблагополучных семей, но доставалось и другим ученикам, например, если у них были дефекты внешности или речи, мягкий и неконфликтный характер, слабые показатели по физре, а стоило кому-то выделиться с помощью яркого макияжа или экстравагантной прически, хохотач распространялся на целую параллель. В 20-х, думаю, в мозгах детей мало что изменилось, но теперь о буллинге стали говорить и говорить в негативном ключе. Человек, который травит другого сам, становится лохом. И пусть общество далеко не всегда следует добрым побуждениям сердца, а публичное порицание связано скорее со стадным чувством и модой на толерантность, это все равно победа. Теперь отвечать за нападки приходится даже учителям. Мы все помним случай, когда родители четвероклассника из Тюмени приструнили взорвавшихся самодуров учителей, которые выставили их сына из школы из-за прически. Также действия руководства школы будут проверены на предмет превышения имя должностных полномочий. Дело дошло до следственного комитета, а педагогам пришлось присесть на бутылку в компании с директором и извиниться перед пацаном. В мои школьные годы даже теоретически такого не могло случиться, и преподы позволяли себе какие угодно колкости в сторону учеников абсолютно вольно и безнаказанно. Беседы родителей вовсе не остужали пыл учителей, а скорее еще больше раззадоривали. В 2010-х не обходят вниманием и слишком агрессивных школьников. Некоторые истории даже федеральные каналы освещают. Жестокое видеоизбиение школьника облетело весь интернет и вызвало волну возмущений у общественности. В общем, теперь за слабых есть кому заступиться, и даже самые упоротые шкаляры мотают себе это на ус. У нас есть все основания полагать, что тенденция пресечения травли будет развиваться и дальше, что очень радует. А раз в современной шараге все меньше желающих лезть на рожон и булит слабых, она получает еще один балл в решающем раунде и заслуженную победу в батле. Итого, школа 90-х – один балл. Современная школа – два балла. Исход сегодняшнего батла определили подписчики нашего паблика ВКонтакте, которые сочли современную школу лучше той, которая была в конце прошлого тысячелетия. А какая школьная эпоха кажется лучше лично тебе? И как ты можешь аргументировать свой выбор? Напиши ответ в комментариях и подписывайся на наш канал, чтобы первым смотреть самые жаркие батлы Ютуба. Также заглядываем в наш паблик ВК и на канал в Телеграме, ведь там мы постоянно вместе общаемся, проводим вопросы по новым темам и орем над угарными мемчиками.